Всем привет! Отже, мене звати Юра, я пронесую на соцсерві, архітектором, на жаль, не в області біблігейтера, але я цікавлю всякими різними такими штуками, в тому числі і преймвертами Apache Spark, про який я хочу вам розказати сьогодні. Отже, інформації, насправді, багато, тому, вибачайте, буду говорити багато, буду говорити швидко, і питання буду відповідати до кінця презентації. Спочатку я розкажу, для чого взагалі, які мотиви стоять за створенням нового фреймворку для бібдейта, розглянемо, що таке Spark, які основні компоненти в нього входять. На жаль, я готував демо, на жаль, демо не буде, тому що, ну, з певних технічних причин, але попробуємо все одно якесь провести демо, скажімо так, на пальцях. Отже, давайте спочатку беремо таку репризу про те, що ми зараз маємо в бібдейта, яку передивнемо просто там. Це MapReduce, ну, одна з найбільш потужних імплементацій, це є Hadoop MapReduce. Я думаю, що більшість з вас, хто цікався темної бібдейта, знає, як це приблизно виглядає. Тобто ми нашу задачу, нашу алгоритм ділимо на дві частини, на два стейджі. MapStage і ReduceStage. І запускаємо наші дані, проганяємо їх через цей пайп з мапи ReduceStage. Незважаючи на те, що можна використовувати дуже багато різних сорцій, зазвичай використовується дані, підтягується з розподіленої файлової системи, такої як HDFS. У випадку, коли в нас закінчується MapReduce, ми, відповідно, скидаємо дані також на HDFS, як вихід. Якщо в тому випадку, якщо наш алгоритм обробки даних, який ми хочемо записати, він не, скажімо так, не влазить в MapReduce, не вдається його засунути в один definition MapReduce, це розбивати наш алгоритм на два або більше частин, на декілька окремих MapReduce Jobів, як ми їх називаємо. І, відповідно, ці Jobи коннектуються між собою через розподілену файлову систему, HDFS. Ми запускаємо Jobу, скидаємо результат її в HDFS, потім запускаємо наступну Jobу, даємо її на вхід, вихід попередньої, і так, стільки разів, скільки нам потрібно. Отже, які, які проблеми, які, взагалі, проблеми з цим підходом, з цією парадигмою і з цим фреймвордом. Перше, це те, що MapReduce, як парадигма, є контрінтуїтивним. Ми не можемо взяти просто звичайний алгоритм, якийсь там в цей докоді, і слово в слово його переписати на MapReduce. Його доводиться там вивертати в зовсім інші сторони. Хто більш-менш знайомий з тим, як імплементується алгоритми на MapReduce, той собі уявляє, як це розглядає. Крім того, досить часто не вдається тісно записати алгоритм на MapReduce в один прохід MapReduce, доводиться розбивати на кілька джобів. Коли ми розбиваємо на кілька джобів, нам доводиться скидати результати на диск, що додає великий оверхед по диск інпут-аотпут. Відповідно, складні задачі на MapReduce, вони є досить повільні. Тоді в них мають досить велику пропускну здатність, але саме по собі лейтенсі цих джобів є досить повільні, за рахунок того, що багато разів доводиться записувати на диск і піднімати з диска. І третє, як казав, на високому рівні MapReduce є все-таки недостатньо декларативно, в нійні все-таки більше імперативно, тому що ми вказуємо, піднімати дані з цієї директорії, запишемо сюди, потім назад, потім сюди. Тобто це не є той підхід, з яким би ми хотіли працювати. І, відповідно, для того, щоб обійти ці обмеження, був створений наступний фреймворк, про яку я вам буду розказувати. Я плачу Spark. І мене особисто, як органістне нейтрей та органістне тільки, звичайно, Spark цікавить в першу чергу тому, що він показує те, як можна, використовуючи правильні інструменти, по-перше, і по-друге, правильну парадигу, правильну архітектуру досягти виконання якихось задач з набагато меншою ціною і з набагато якимось меншим ефортом досягти набагато більшої функціональності. Код Apache Spark є набагато менший, ніж MapReduce, а робить він набагато більше і набагато краще. Що таке Spark і що він призваний замінити існуючій інфраструктурі, існуючій екосистемі ходу? Spark є лише Computational Framework. Тобто, треба задавати питання, де Spark створить дані, тому що Spark не є створений для сторожі даних. Він є лише для обробки даних, і, можу сказати, для обробки даних досить швидко, я не буду потім про це згадувати, але більшість рішень, які реалізовані на Spark, вони виграють в кілька разів, або в кілька десятків разів над рішеннями, над написаними на MapReduce. Spark є лише Computational Framework, тобто він призваний замінити, для прикладу, Hadoop MapReduce, частину Hive, частину Impala, частину Uzi, частину Big, напевно, якісь інші, Apache маккаут, от такі фреймворки. Він не призваний замінити такі фреймворки, як, наприклад, HDFS. Тому що, згідно з ідеологією Spark, от HDFS справляється зі своєю задачою досить добре і, відповідно, її чіпати не треба. Spark можна розділити на 5 таких основних частин. Першу, це Apache Spark Core, о якій я зараз розкажу, і на якому базується 4 інші бібліотеки, які також в Spark розповсюджуються разом з стандартною дистрибуцією і вирішують якісь більш хрилеверні задачі. Також про них я розкажу чуть далі, і почнемо, власне, з самого Core Apache Spark. Отже, ключовим поняттям в Spark є так званий розподіленний датасеп, або англійською Resilent Distributed Data Set. RDD, скорочше. RDD – це є, умовно, колекція якихось об'єктів, вимогальних об'єктів, тобто всі об'єкти приблизно одного типу, які розподілені по кластеру наших машин. Вони можуть бути як записані на диску, так і записані в оперативні пам'яті кластера. Враховуючи, що вони є в кластері на різних машинах, ми їх можемо обробляти паралельно і розподілено. І RDD автоматично підтримує ребілд даних у випадку випадіння якоїсь машини, якоїсь ноди. Інші ноди підхоплюють ту частину даних, яка була втрачена, і проведуть відповідні компутейшони для того, щоб дістати частину даних, яка була втрачена з цієї ноди. Фолд Долеренс будований прямо в саму цю корд частину самої парадигми обачества. Отже, які цікаві речі можна розказати про RDD? По-перше, те, як він побудований. Сам RDD не містить в жодних даних, він містить лише посилання на партішення. В партішені є тільки, і кожен з партішенів розміщається на якійсь машині в кластері. Власне самі партішені це є робочі конячки, які виконують всю основну роботу по компетеншенах в кластері Apache Spark. Кожен з партішенів містить або містить дані, або містить знання про те, звідки ці дані можна містати. Тому що в плані конкретній момент часу RDD може не містити даних, а може тільки містити якісь відкладені обчислення, за допомогою яких можна буде потім ці дані отримати звідки. Про це потім покажу, точніше не покажу, оскільки давно немає, але намагатимось згадати, що справа в тому, що всі обчислення з парті, вони є ліниві і виконуються тільки тоді, коли вони дійсно потрібні. Публічна API RDD ділиться на дві частини, це є Transformation і Reaction. Transformation – це обчислення, на основі яких ви можете з одного RDD отримати інші RDD. Справа в тому, що всі RDD є Immutable, ви їх не можете поміняти, ви можете лише на основі одного RDD отримати інших. Наприклад, пофільтрувати RDD отримати пофільтрований, або заджойнити два RDD отримати з них декіль. Екшени – це задачі, які не повертають вам RDD, а які виконують якусь роботу або повертають вам якісь реальні значення. Наприклад, записують щось файл, або рахують кількість рекордів, або ще щось подібне ролі. На наступних слайдах має є приклад Reaction. Почнемо з того, звідки можна взагалі отримати RDD. В першу чергу RDD можна підняти з якихось існуючих серців. Таких, як файлова система, HDFS, Cassandra, HBase, S3, або можна взяти існуючу колекцію в якійсь ваше нове програмування, точніше не в якійсь, а в скалі, в Java, Python і засунути її в кластер, розподілити по різних машинах кластерів. Потім, коли ви вже маєте, так би мовити, сорси RDD, які базуються на якихось реальних даних, ви можете робити з цими RDD якісь трансформації. Наприклад, трансформація фільтри. В цю трансформацію фільтри ви передаєте предикат, який для кожного одного конкретного об'єкта повертає true or false. Відповідно, результуючий RDD, який ви отримуєте у результаті цієї трансформації, буде містити тільки ті об'єкти, яких предикат повертає true. Інший приклад, це є трансформація MEP, яку ви передаєте функцію, яка задає відношення одного вхідного елемента в один вихідний елемент, і відповідно, як результат цієї трансформації, ви отримуєте RDD, в якому містяться об'єкти, трансформовані відповідно до цього правила. Наприклад, якщо у вас в вхідному RDD містяться стрічки, і ви передаєте сьогодні функцію приведення стрічки в певний регістр, то на вигладі ви отримуєте RDD, наприклад, в архівному регістр. Треба сказати, що самі трансформації не роблять ніякої роботи, вони лише відкладають, запам'ятовують, випекаючи обчислення, які потрібно буде виконати потім. Натомість, экшени – це те, що, власне, запускає весь лентюжок обчислення для того, щоб отримати якісь дані. Прикладом экшена можна вважати якусь роботу, наприклад, зберегти RDD як файл на диску або в розподіленій файловій системі, або, наприкладом экшена можна вважати отримання якоїсь значення. Наприклад, actionCount повертає вам кількість об'єктів в датасеті, actionFirst повертає перший об'єкт в датасеті, takeN повертає перші N об'єктів в датасеті і так далі. Тобто, тільки в момент, коли ви запускаєте экшен, починають відбуватися різні обчислення. Дякую. Нічого, неправда? Должно быть. Должно быть, так. Окей. Хочете. Дякую. 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 И... Дякую. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДеякуєSE ДимаTorzok ДимаTorzok Читаюся Кто помнит, алгоритм вордкаунта, как он реализуется на MapReduce, так же мы для каждого слова включаем слово и одиночку, как значение, и потом поддаем все одиночки для того, чтобы понимать, сколько для каждого конкретного слова есть его входа. Так же мы делаем тут, все слова мы перетворим в пару ключ значений, где значение выступает просто одиночка. Такая вот пара — это, насправді, конструкция скала и Python, потому что Spark поддерживает как программирование на скале, так и на Python. Проте, когда у нас есть датасет, который поместится не просто объект, а пара ключ значения, то нам стоят доступные дополнительные трансформации, дополнительные экшени, например, такие, как трансформация Reduce Bytee. Reduce Bytee збирают все значения с одинаковым ключом и, используя бинарную операцию, у нас все эти значения схлопают в одиночку. Например, если у нас есть список одиночок, то, используя операцию додавания, мы можем их всех додать разом и отримать в результате список для каждого значения. Для каждого слова отримать его каунт, сумму, то ниже какие-то отношения. Далее, следующий элемент и достаточно интересный. WordCountsCache. Программа в том, что любой датасет мы можем закешивать. Каждый раз, когда мы выполняем какой-то экшен, то вся линейка трансформации прогоняется от самого начала. Например, если мы делаем тейк 10 из списка наших врахований слева, то мы открываем файл, прогоняем всю эту линейку и отдаем 10 больших результатов. Виклика лишь раз – это же самое. С самого начала – открыли файл, прогнали весь линейку трансформации и выдали все результаты. Однако, если мы используем трансформацию кэш, то линейка трансформации выполняется лишь первый раз, а потом результат будет закешованный в оперативной памяти кластью. И, соответственно, второе вертание будет значительно швидше, потому что второй раз вы не будете выполнять эту трансформацию, вы сразу возьмете закешованные данные. Эти вещи очень полезны в многих случаях, особенно когда у вас есть, например, итеративные алгоритмы, такие как алгоритмы machine learning. Когда у вас необходимо один и тот же раз обратиться к одному и того самого ДТС. Далее. Все, что мы пока что делали, можно засунуть в один job в MapReduce. Правда? Насколько я знаю, то, что я делаю на следующий, то всю эту программу засунуть в один job в MapReduce неможливо. Можно только сделать два MapReduce job и их сконектрировать. То есть, если мы хотим посортить, то есть трансформация, которая называется SortBy, в которой мы вказуем, что мы хотим посортить по другому значению пары, то есть по Value, в которой у нас есть количество слов, и по спаданию. И далее можно выказать Action Save as Text File для того, чтобы сохранить какую-то директорию в HDFS. Отже, какие тут уже видно переваги на данном простом правительном примере над MapReduce? Первое. Виконание кода в интерактивном режиме позволило нам бы, как бы мы могли бы выполнять этот путь, мы бы побачили одразу на этапе 7 линейки, что с нашими данными что-то не совсем что-то, поэтому мы должны их почистить. По-друге. Оцей алгоритм, то есть регулирование колькости слей и сортирование, неможливо записать в один прохит MapReduce, и, соответственно, в випадку MapReduce додался бы додатковый оверхед по диску. Натомисть, спарту все это происходит без записывания на диск, аж до этого момента. На самом деле, есть еще много других компонентов, про которые хотел бы рассказать, поэтому дальше я тут затремиваться не собираюсь, если у вас очень страшные вопросы, которые потребуют прямо сейчас. Да, там десятая строчка синтаксис x, y, x плюс y, это не ключ, значение, это оба значения, да? Да, да. Тут просто два интегера какие-то даются, я потом могу рассказать... Это скалы синтаксис? Да, это синтаксис скалы. Здравствуйте. 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 Поехали. Контроль F11 Контроль F11 12 Альтер 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 Я хочу, что не рассказывать Отже, это мы Розглянули Spark Core, мы его не смотрели А только таки сделали Snake Peak И я рекомендую, если вас интересен этот фреймворк Буду зайти и взглянуть на документацию, потому что 45 минут Неможливо рассказать про фреймворк Один из компонентов, который построен поверх самого Core Apache Spark есть так называемый Spark SQL Его мотивы его колы в том, чтобы дать возможность використовывать SQL 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 для того, чтобы працювать для того, чтобы працювать с RTT себя открыли с darüber поднимается что Vadел для Pulen для того, чтобы las respxter с halвером мета-дата-сториги. Про це, возможно, згадаю чуть-чуть позже. Отже, помнимаем, что такое RDD. Это распределена коллекция данных в наших классах. Если мы додаем до RDD схему, то более глубокие знания о том, какие данные находятся в данном RDD, например, будем иметь список колонок, которые есть в данном RDD с их назвами, с их типами и с возможностью по названию колонки отримать какое значение, мы получаем так называемый схему RDD, который ключевым концептом в Spark SQL. Доносить схему RDD, это означает, что мы можем использовать SQL-подобную мову, SQL-подобный синтаксис, чтобы работать с ним. Как отримать схему RDD? Можно его сделать программно, но это очень сложно, и очень простее использовать один из двух вариантов. Во-первых, подключить паркет файлов. Кто знаком с таким файлом паркетом? Не очень много, это файлы импалевские, которые позволяют строить великую кількість данных на распределённых системах, поэтому, в заголовоку, сохраняя схему того, какие там данные есть размещены, на отличие от CSF, где у нас нет схемы, где мы не знаем. Поэтому, когда Spark поднимает паркет файл, он сразу может поднимает эту схему, и сразу создать схему RDD. Так же Spark может подключиться до сторожа Hive. Если есть Hive таблица, и есть окременно сторож, который рассказывает, что в этих таблицах поместится, Spark снова может подключиться до этого сторожа, выкинуть эти данные и какую конкретную таблицу отримать как схему RDD. Другой вариант – это JSON. То есть специально форматованный JSON файл, Spark может поднять, выбрать из него какую-то количество випадковых рекордов, посмотреть, какие там есть поля, посмотреть, какие там есть типы значений за данными полями, и из этого вывести какую-то схему и снова создать схему RDD. Або Cassandra, можно зайти в схему Cassandra и что-то увидите. Когда мы получаем с кем RDD, мы можем работать с нею разными способами. По-перше, можно использовать Python, Scala и Java программы для того, чтобы прямо в них вмонтовывать в середину SQL Query и работать с кем RDD. То есть вместо того, чтобы использовать синтаксис, который мы видим до того, можно было все эти вещи записать просто как великий SQL Statement с группой и отримать результаты. Вместо того, мы можем использовать истинные клиенты для Hive або истинные клиенты для SQL в разных режимах работы Spark SQL. в том, что есть несколько режимов как запускать Spark SQL как его выполнять какие фиши доступны. Я бы не хотел сейчас заглиблювать, потому что тема на которую я вам раджу обратить внимание, когда вы стараетесь работать с Big Data. Тема пока скоро я покажу код Spark Streaming еще один важливый фреймворк который входит в экосистему Spark. Мотив для этого фреймворка был в том, чтобы делать распределение обчисления реал-таймовых данных при этом используя тот самый код модель обчисления и мощности ваших машин что и для бач-процессинга за допомогой Spark. В многих случаях доходить до реализации самого кода тот, который вы используете для бач-процессинга вы просто можете викликать в реал-таймовом режиме. Той, кто знаком с реал-таймовыми очислениями распределеными то есть в принципе выявляю, что если нам нужно проводить какие-то субчисления в бач-процессингу и в реал-таймовом соответственно нужно писать тот же код на MapReduce и его трансформировать в код для Storm наоборот наоборот Google Apache Spark стриминг можно использовать в реал-таймовом очислениях как это происходит? Spark использует дискретизации если есть какие-то 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 твиты или какие-то какие-то в реал-таймове или что-то соответственно когда есть потек данных Spark не обрабатывает его сразу только в интервью наоборот выбираются так называемые дискретизации например 2 секунды 1 секунда за какими по которым Spark разрезает входящие ивенти группирует их когда у нас прошло 1 секунда все ивенти которые прошли за данную секунду формуются в 1 RDD или 1 патч и далее используя Spark кончинь, который мы видим для того, можно его абсолютно спокойно обработать Треба понимать, что если у нас вибрано дискретизации 2 секунды то до того как начнется процессинг ивента может пройти максимум 2 секунды пока он не сформуется в новый патч и не отправится на компьютер вот как выглядит очень проста программа на Spark стриминг есть так называемый Spark стриминг контекст плюс еще знания про векно дискретизации Spark стриминг поддерживает в том числе и твитер очень трудно делать разные демо здесь стрим в котором приходят все твитки которые были заданы которые кто-то написал и соответственно мы можем выполнять трансформации которые мы видели например можно взять трансформацию флотмап и для каждого статуса отримать теги которые были вказаны в этом статусе мы получаем стрим хештег с которым появляются теги которые кто-то может группировать можно просто выполнять action и каждые 2 секунды в директории мы вказали будет появляться новый файл в котором будут лежать все статусы которые были вказаны за заданные 2 секунды можно рассказать много но единственное что я хотела бы сказать прямо сейчас это если вы разговариваете так называемую лямбда архитектуру то когда данные идут двумя шляхами реалтаймовое обчисленное патчо обчисленное и потом нагревается то вы можете использовать Spark и Spark Streaming для того чтобы эту обчисленных алгоритм которые используются для решения этих проблем соответственно выбираем алгоритмы которые можно заимплементовать в распределенной манере и соответственно MLEEP это просто набор этих базовых алгоритмов которые мы потом можем использовать для того чтобы распределено на больших объемах данных вы решили эти проблемы есть на рахунке это демо надеюсь что достигну его показать и последний компонент Apache Spark это GraphX это компонент который позволяет обчислить в распределенном режиме большие графы для чего это может быть для чего это может быть необходимо например у нас есть данные по Википедии и мы хотим отримать значения например таблицу Community Topics то есть какие комьюнити юзеров працюют наиболее над какими топиками в процессе в процессе в решении задачи в одних моментах нам зручно давиться на данные как на таблице а в других моментах нам зручно давиться на данные как на графу например для того чтобы детектировать какие у нас в комьюнити нужно перевести данные в вигляд графа то есть мы переводим в вигляд графу и находим что есть группы юзеров которые загружать в этот framework потом когда нам нужно работать с табличными данными скидать их на диск и завантаживать в Spark на то есть Graph X позволяет не скидать данные на диск и оставить оперативную память позволяет с ними работать для этого Graph X делает очень просто любой граф репрезентуется в виглядии двух таблиц Vertex Table Vertex Table это таблица в утром графа в которой есть его property и Edge Table это таблица Ребенграфа в которой есть source и property самого Ребра соответственно мы можем работать как с этими таблицами напрямую так и например обработать какие-то так называемые триплоты то есть все комбинации ребра плюс два его кинца два его визлата это в основном про четыре основных компоненти которые находятся с поверхностью спарка которые позволяют работать более хайлевельно в конкретных галузах сиквел анализ реалтаймовых данных машинерных задач и обработка графики которые вы можете деплоить это окремая тема но есть три основные роли машин которые задаются в вашем спарк пластере это может быть как ваша программа которую вы деплоите на пластере так и просто консоль спаркер интерактивно интерактивно сроку ноды это власне рабочие коньячки на которых на этих нодах разгорнуты кроме самого спаркер там разгорнуты и ваш сторож данных например кассандра або и кластер менеджер то то что менеджеры сами ноды смотрят и так далее есть три основные режимы деплоймента это стендалон кластер менеджер который написан командой спарк но если у вас есть желание использовать динамическое увеличение додавание в кластере то все-таки лучше использовать Yarn или Mezos это существующие кластер менеджеры с которыми Spark неплохо работают если у вас есть дистрибутив кластер 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 вы можете использовать ярн который стоит по дефолту для того чтобы результаты на вашем благодарю своему кластере Spark кластер сколько меньше часу я окей я зашел покажу как спарк сиквел и млит а потом перейду до питания для того чтобы работать с Spark сиквелом в одном из его режимов режим использования сиквел в середине вашей программе написанной на іншой мовой программе таки как скала или пайтер нужно сделать следующим поднять используя Spark сиквел контекст используя метод паркет файл и поднять файл и получать как как паркет файл при цьому будет вычитывание если говорить про паркет файл вычитывается схема которая записана в заголовку паркет файла и уже этот паркет будет знать какие колонки есть в таблице который презентует паркет файл мы можем использовать метод register и название таблицы это значит что в этом Spark стриминг контекст будет доступен данный датасет название и когда мы будем выполнять на данном Spark стриминг контексте мы будем выполнять метод SQL и вказать имя таблицы кастумер то контекст будет знать что нужно обратиться к этому файлу а точнее до этого файла так мы можем показать примеры которые можно запускать дискаунты максы группай фильтрование и так далее есть обмежения которые у нас тут есть например с джойнами таблиц не все так просто возможно в следующей версии но все равно не надейтесь что вам просто получатся две великые таблицы подняти в память и заджойнете но это позволяет сразу использовать паркет файлы которые могли бы использовать знакомый синтаксис секрет для того чтобы с ним работать также вы можете в ваш SQL код инжектировать ваш какой-то код вы пишете самими руками например тут можно зарегистрировать функцию L и функция L просто повертае довжину стрички соответственно когда я использую в SQL функцию L select L name from people то каждый раз когда выполняется L name будет выполнять довжина данной строки и будет для каждого имени повертаться его это только один из возможных вариантов использования Spark SQL и из них это просто заплаты с и подъединения существующих ползов до него например как MicroStrategy или иначе это что касается Spark цифров и что касается мл это мл жаль тут большая часть была чтобы показать данные на которые мы хотим натренироваться в данном файле в стричковом представлено несколько точек которые representали несколько точек в трехвимерном просторе одна часть этих точек была примерно 0 одна из них была примерно 10 10 для того чтобы визначити основные группы этих точек какие группы находятся биле которых это проблема кластеризации машиньернинга и есть алгоритм кминс в основном это имплементовано на его пачке насправді все очень просто мы беремо данные готуемо их переводимо в формат который понимает вектор и потом обязательно выполняем кэш потому что кминс итеративный алгоритм и он будет до этого датасета вертаться много раз и потом просто вказать кминс тренинг что означает запустить алгоритм кминс на этом датасете экзампл для того чтобы найти два кластера за допомогой двадцати итерацій ци параметри можно по-різному конфигурувати и это больше касается до использования и специфики машин на них часу у меня сейчас все пожалуйста вопрос вопрос привет дякую я хотел бы запитать ноды в спарку это может быть что именно это может быть докеры это может быть целая машина операционная система значит ноды в спарку что это может быть по-перше это обычно используются або в ритуалке я так само бачил докеревские докеревские ноды которые можно использовать проте я не думаю что использование в спарк на докер еще есть продакшн рейтинг в основном используются в ритуалке причем не просто в ритуалке а уже какие-то существующие дистрибутивы для работы с бигдетом такие куртенборкс або глоудара еще питание в чем принципиально отличие может быть не отличие похоже есть хайп который работает в принципе позволяет много делать но медленно импала которая работает быстро но с ограничениями а вот к чему ближе Spark SQL и почему допустим в спарке нельзя использовать тот же существующий хайп или палп Складное питание насправдя потому что дейсно фреймворки есть достаточно много можно еще сказать что есть реализация хайпа которая использует Spark и это не Spark SQL соответственно когда использовать что я особо сказать так конкретно не могу на мою думку особенно Spark SQL есть еще не совсем продакшн рейк он уже готов он уже есть стейпл его можно использовать и перевага его напевно в том что он очень хорошо интегруется с другими фреймворками которые входят в систему Spark но пока что недостаточно интегруется с существующими такими как BI или с другим экосистемой Hadoop например поднять схему которая была создана Непалою через Spark SQL можно но там уже начинают все эти штуки поэтому например достаточно вспомнить что в дистрибутиве Spark который поставляется с Cloud Air CDH Spark и SQL есть включен и в них написано что мы не считаем его продакшн радио поэтому мы его отключаем от своих дистрибуций и второй вопрос по поводу безопасности то есть насколько там можно разграничивать доступ то есть там Hive & Pal они работают в центре там вплоть до колонки можно на каждого пользователя разграничивать доступ это неправный вопрос потому что тот проект который я сейчас участвую там довольно таки актуально как Spark можно разграничивать доступ может быть вы просто не сталкивались я это питание не дослеживал много про это сказать на жаль не могу словами это касается спарк спия потому что в других случаях например говорится про Spark случайно там security забеспечивается засобами например HGFS чтобы Spark спия можно было ставить я нечу была ли возможность на реальных задачах использовать как они работают у меня не было возможно потому что я продакшн Spark не использовал но все эти липы они используются в реальных проектах я не имею конкретных примеров но они используются на сербе кто-то кто-то крестов я чувствую про людей которые заходили но открываются все 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 но все Продолжение следует...